Ажиотаж наблюдался и в интернете. Пока останчане делились возмущениями в сети, жители из регионов дежурили у местных обменных касс. Волну паники подхватили представители шоу-бизнеса. За всеми этим внимательно следит наш интернет-обозреватель Айгуль Жамалов. Он уже в студии. Айгуль? Ну, правильно будет сказать, коллега, что ажиотаж как раз начался в социальных сетях и микроблогах. Кто первым распространил информацию о возможной девальвации, сейчас выяснить, разумеется, непросто. Однако в потоке бесконечных ретвитов и перепостов люди потеряли здравый смысл, пишут сами юзеры. Завтра с долларом что-то будет, констатировала пользовательница Сабина Успешная. Не остановили ее и намеки соратников на грозящую статью за клевету. Кстати, сегодня твит все же был удален. Юзер под ником Бакосия предсказала валютную интервенцию, а Евламан предложил в конце концов позвонить Керембетову. Мол, если не поднимет трубку, значит на совещании по этой теме. Позже к обсуждению присоединились бывшие политики и представители казахстанского шоу-бизнеса. К примеру, Бахат Сыздыкова рассказала, что к ней звонят знакомые с паникой в голосе. Мол, завтра девальвация. О том, что в Алматы наблюдается ажиотаж у обменников, написала и Баяна Сентаева. Отвлечь внимание людей удалось разве что заядлым юмористам. Мне нечем обмениваться, кроме мнений. Ну вот она, блокировка сайтов, что натворила. Людям сразу делать стало нечего. Побежали по обменникам баксы менять. Блин, я не паникер, но мне реально доллары нужны. Да, сейчас в пару отпусков доллары нужны, я думаю, многим. Да, согласна. Ну а сегодня в Твиттере, в Фейсбуке и ВКонтакте чувствуется некое спокойство. Эксперты даже шутят. Сами развели панику, сами себя успокаивают. Да, что правда, то правда. Спасибо, Айгуль, за обзор. До свидания.